Продавец предложил следующее решение, поменять прошивку. Его мнение, что данный телефон и его проблема с фотокамерой полностью беда прошивки. Я залез на ФОПДА, потому что это самый лучший ресурс, с которым все это дело можно прошивать, и столкнулся с таким моментом, что в основном шьются с версии чайно перепрошитой на WW, это версии 12.8.10.76, 12.8.10.56, 12.8.10.69 и так далее. У MJ интересная версия 12.8.2.72. В моем случае стоит она. Как сшиться с нее на другую, нет никаких пояснений в шапке, как минимум, этой темы. Поэтому мы смотрим на инструкцию, которую нам прислал MJ. То есть выше то, что он прислал, ниже это то, что перевел Google переводчик. Значит, по нашему телефону мы еще раз смотрим, да, сведения ОПО WW, видно? 12.8.2.72, ну и далее там какие-то цифры. Значит, сейчас видео будет обрываться, возможно, в не самых лучших местах, да, то есть я его буду пытаться сократить, да, для того, чтобы оно не растянулось там на долгое время. Работаю я с этим криво-коряво, не совсем это моя спецификация, поэтому сейчас я делаю что? Я выключаю камеру, вы этого не замечаете, потому что склеивается видео, и делаю первый пункт, скачиваю прошивку, копирую ее на карту памяти, не распаковывая, а далее я включу уже видео и мы продолжим. Значит, продолжаем. Для того, чтобы, ну, подтвердить, что это тот самый сломанный телефон, я включаю камеру, камера не загружается, она долго-долго-долго думает и отключается. Значит, смотрите, с одной стороны, значит, что я, во-первых, да, сделал только что, я скачал прошивку, поставил ее на карту памяти, заняла она примерно 1.2 гигабайта, вставил флешку. В данный момент телефон заявляет то, что он видит файл обновления, но в инструкции написано то, что нужно не нажать, нажать не файл обновления, да, а сделать все это дело в recovery, поэтому мы не будем отступать от инструкции, мы выключим телефон, да, еще раз скажу, я в этом не разбираюсь абсолютно, я не обновлял телефон, я не видел в этом никаких надобностей, да, вполне возможно, я сейчас обновлю, посмотрю и пойму, что это стало гораздо прикольней, лучше и пообновляю все свои телефоны. Значит, телефон выключился, после чего мы должны нажать кнопку вверх и кнопку вниз регулировки громкости, да, то есть одновременно плюс и минус. ничего не происходит, давайте попробуем еще раз заново их одновременно, мы нажали, опять ничего не происходит, я, наверное, все это дело даже вырежу, да, или, может быть, оставлю, не знаю, как я вот мучился, искал, как с этим поступить. Значит, плюс, минус, после вибрации кнопку ends. Может быть, включение, может быть, все три зажать, о, все три зажал, видите, что-то произошло, что произошло, не знаю, может быть, я зашел туда, куда надо, может быть, я банально включил телефон, а это было не нужно делать. Поэтому мы ждем. В общем, мне сдается то, что я все-таки его банально включил. Вы сейчас скажите, вот ты криворукий, надо было так, надо было сяк, это же элементарно. Ну, в том-то и дело, да, то, что я делаю этот видеообзор для тех, да, я его просто банально включил. Я делаю этот видеообзор для тех, кто в этом не разбирается, кто криворук и кто нечаянно попал на такую ситуацию неприятную. Все, да, выключился он у нас, нажимаем плюс-минус. Плюс-минус, ничего не происходит. Может быть, какие-то еще кнопки давайте попробуем добавить. О! Нет, я опять не... О! Что-то я нажал. Теперь надо нажать вниз, насколько я помню. То есть он в данный момент мне пишет, Долго нажать кнопки включения приведет к рестарту системы. Рестарт системы нас не интересует. Может, и интересует. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кто ж его знает? Сейчас, видимо, будет происходить рестарт системы, нет? Что-то вообще никаких телодвижений не происходит. Я, наверное, закирпичил этот телефон. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я же его смотаю в пупырышки. Отправлю этот кирпич обратно в Китай. Пускай они там разбираются. Я немножко счетирил. Хе-хе-хе-хе-хе. Посмотрел видео. Немножко там, конечно, говорилось про другие прошивки. Но в этом видео человек включал обновление через включенный телефон. Я решил не сгаляться со входом в рекавери, а поступить как криворукий дурачок. Не знаю, может быть, не дурачок. Наверное, как человек, который в этом не разбирается. Банально сделать так, как видно. Подключен внешний накопитель. Бах! Представляете, я перестал теперь видеть обновления. Давайте посмотрим в файлах. Диспетчер файлов ASUS. Вот он, да, у нас перечится. Извлечь. 274 гигабайта извлечения показывает. Что-то как-то это многовато. Не знаю, откуда это. И как он долго это делает. Я подозреваю, сейчас надо включать на ускорение. Учиться заодно, как ускорять видео. Смотрите, я отменил все это дело, потому что увидел, что у меня появился, обнаружен файл обновления. 1,3 где-то гигабайт он весит. Давайте попробуем его. Обновление занимает несколько минут. В это время вы не можете пользоваться устройством. Подключите адаптер питания. Или убедитесь, что заряд батареи составляет не менее 15%. У нас батарея безумно большая. У нас наверняка хватит. Мы даже проверять не будем. Это, наверное, была самая большая ошибка. Я точно, наверное, его закирпичу. Будет такой большой беленький кирпич. У меня балкон сейчас как раз фальш кирпичом обложен. Вот я его туда вставлю. Будет один из кирпичей на балконе. Идет установка обновления системы. Давайте вспомним. У нас... А что на него смотреть? Он обновляется и обновляется. У нас этот телефон был от января 2016 года. Вы это слышите? Это дождина сумасшедшая какой-то начинается. Значит, что он у нас имеет? 2 гига оперативки. 16 гигабайт встроены. 5,5 диагональ. 5 метров. Одна... Как? Мегабайт? Нет. Мегапикселей. Одна камера. 13 мегапикселей. Вторая камера. Далее идет абракадабра. Далее идет абракадабра. Вот это вот называют европейской... Непрошивка. О! Смотрите, у нас что-то с телефоном стало происходить. Он... ЖУГНУЛ! ВДУ! Не знаю, там до конца все это дело дошло или вот он говорит... Здесь написано, этот кирпич предоставлен компании Асус. Ха-ха-ха. 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 Интересно, сколько вот обойдется денег построить кирпичный дом из таких телефонов? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Представляете, белый кирпич... Нет, как он вообще стоять будет, интересно? Хорошо, нет? На какой раствор мы лучше клеить? у нас как раз телефон загрузился для быстрого поиска контактом попробовать позже ну вы смотрите да то есть как минимум изменился цвет экрана а как максимум мы включаем камеру вуаляшеньки вы посмотрите она работает нет ее надо отключить и давайте она фотографирует мы меняем мы меняем давайте сменим у него режим на hdr да пожалуйста он меняется все хорошо слабое освещение опять же смотрите все хорошо чудесно то есть вот предыдущие видео предыдущие видео этот интересная функция у него давайте кружочек сделаю когда видите вокруг все размыто вот именно в середине что то такое вот прям вот увеличивающие для для съемки миниатюр тут очень много чего интересного есть в камерах сейчас я это не буду рассказывать я отдельно на это сниму а думаю целое видео сделаю большой обзор на этот телефон то есть вы можете подписаться вы его увидите этим видео я хотел сказать следующее проблем могут осталось да все то же самое вот это единственная папочка на китайском языке которую надо переименовать значит на выходе мы имеем новую прошивку камера у нас работает а насколько это прошивка отличается от предыдущей но это слишком долго будет смотреть наше резюме телефон подчинился все это дело было не внутри да она уровне про прошивок у меня там кстати ребенок заодно пришел система смотрю в лина проблема сохранилась да то есть он задумывается и выключается поэтому видео у нас не закончена мы сейчас попробуем сделать следующее а поставить очередную новую прошивку а б написать об этом продавцу возможно он предложит какой еще решение да судя по всему видео будет состоять из-за там какого-то количества обрезков оно будет длинным да поэтому если вам интересно да именно каждый шаг который происходил на пути к признанию телефона кирпичом либо на пути к устранению данной неприятности но тогда посмотрите уже внимательно извинить что оно длинное занимает много вашего времени вот опять вот не понимаю я этой беды вот смотрите да фотографирует 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 все без проблем работает берем переключаем там улучшение портрета вручную все работает включаем заново работает потом через какое-то время выключаем включаем опять работает а перед этим снова не работало вот возникает очень интересный вопрос что с этим делать считать исправленным или нет давайте попробуем еще раз например работает же очень вот какой-то бедлам сейчас буду пробовать дальше если проблема прекратит выскакивать надо наверно будет посчитать ее решенной если она не прекратит выскакивать или все-таки выскочит да если быть точнее то надо будет опять что-то с этим делать вообще вопрос интересный продолжаем наблюдение ну вот смотрите проблему у нас опять вернулась никуда она нехорошая такая деваться не хочет значит что я сейчас хочу попробовать сделать я хочу использовать утг-переходничок оригинальный asus скил тг-переходничок нужен для того чтобы вот у флешки да у нее всегда есть правило ты его должен ставить так попробовать на вид попробуй ставить так попробуй ставить так посмотрите только после этого она вставляется открываем сайт фоп да и смотрим каким образом меняется прошивка с рекавери судя по всему я могу ошибаться нам не обращаем на это внимание на здесь написано пожалуйста убедитесь что вы скачиваете прошивку которая соответствует региону устанавливают установленной версии на то есть там вв чайна и так далее некорректный выбор региона может привести к сбою обновления вы не можете изменить регион прошивки например с чайна на WW перед обновлением пожалуйста зарядите ваше устройство от адаптера питания или убедитесь что уровень заряда батареи выше 50 процентов значит скачиваем и так далее и тому подобное у нас все скачено да флешка у нас воткнута что нам остается зайти в рекавери заходится это следующим образом громкость вниз и кнопку питания надо оказывается было нажать после того как произошло вибра сработал отпускаем кнопку питания отпустили все мы вошли в recovery вошли в рекавери отпускаем громкость и смотрим что у нас здесь есть В нашем случае нас интересует, судя по всему, обновление через microSD. Кнопками вверх-вниз громкости мы можем переходить между пунктами. То есть, вот, да, вверх нажимаем. Смотрите, что-то он её не видит. Хм. Это я, наверное, видимо, сделал ребут. Повыпендрился, я перед вами OTG-переходником Asus, а в итоге понаделал своими кривыми руками какую-то ерунду. Хм. Чё, хоть нажал-то, интересно? На видео можно будет отмотать назад, посмотрите, что я нажал. Сейчас это не получится сделать. Хотя, вполне возможно, ему не понравилось то, что... Я его не обновить пытаюсь, а установить ту же самую прошивку. Так, ну, как вариант фото. Фото у нас тёмненьким загорелось и выключилось. Да, фото у нас не работает. Телефон в этом отношении у нас до сих пор сломанный. Поэтому мы берём напрямую. Вставляем карту памяти. Выключаем обратно. Телефон. Включаем громкость вниз. Кнопку включения. Отпускаем кнопку включения. Держим кнопку вниз. Телефон заходит в recovery. Отпускаем кнопку вниз. Вот. Да. Внутри флешку он уже видит. То есть, флешку через USB он не видит, а внутри он видит. Значит, мы находим папочку. В нашем случае вот она, папка, зазипованная. Распаковывать архив было не нужно. И выбираем её. Пошла установка обновления системы. Выглядит она немножко иначе, чем предыдущая. Видимо, потому что есть отличия. Отличия, насколько понимаю я, заключается в том, что какие-то то ли вайпы, то ли ещё что-то. То есть, если вы обновляетесь таким образом, все настройки и прочие там какие-то нюансы, которые у вас были на телефоне, будут удалены. То есть, если вы обновлялись, как я делал первый раз, то всё это дело должно сохраниться. Если вы будете обновляться, как я делаю сейчас, у вас, по идее, всё должно снестись. Попытка таким образом всё снести и посмотреть, возможно, камера заработает. Насколько это спасёт отца русской демократии или нет, ну, пока неизвестно. Ждём. Ждём, обновляем. Надеюсь, в конце этого видео проблема будет решена. Значит, что у нас произошло? Install from SD Card Complete. Значит, что мы теперь делаем? После того, как мы всё это делали, после прошивки делаем вайпы, как сбросить до заводских настроек через recovery. Давайте посмотрим, как это выглядит. Что нам пишет человек? Вайп Дата Фактори Резет. Вайп Дата Фактори Резет. No, 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 yes. Delete All User Data. Ну, сносим. Абсолютно всё, что было, сносим. Это было Вайп Фактори Резет. После Вайп Фактори Резет... Вайп Кэш. Вайп Кэш. Ну, давайте Вайп Кэш тоже делаем. Удалили. Да, то есть после того, как Кэш мы удалили, ну, а теперь Reboot System Now. Где наш великий, могучий русский язык? Может, на монгольском попробовать? Может, на монгольском камера заработает. Включился телефон. Прокрутите вниз для запуска быстрого поиска. Какая-то ерунда от Гугла вылезает. В сервисе Google Play произошла ошибка. Ух-тыж, как хорошо-то. Play Market. В приложении сервиса Google Play произошла ошибка. Я вот даже не знаю, теперь, наверное, камера это меньше из зол, которая могла быть. Больше это то, что у нас теперь Google Play не работает. И камера отключается, и Google Play не работает. Нет, глядите, камера работает. Щелк. Щелкает. Все хорошо. Все хорошо щелкает. А вот сервисы Google Play у нас имеют какую-то ошибку. Очень интересно, да? Как бы тебя отключить, чтобы вот какое-то время... Ты не приставал ко мне. Нет, вот он абсолютно не дает ничего проверить. Сервисы Google Play у нас висят. Нет, при запуске, я думаю, будет неправильно. Думаю, правильно будет сделать следующим образом. Отстань. Мы берем и... Восстановление... Ай, не успеваю, прям нечего нажать. Отстань ты с этим, Google Play. Глаз, да чекайте на него. Я перегружаю телефон уже, а ты... Прямо вот не дает ничего сделать. Вот вы позвоните на эту гадость. Давайте зайдем с другой стороны. Мы сделаем перезапуск. Ну, походу дела, закирпичил я окончательно все-таки телефон. Нет, наверное, надо плакать. Я закирпичил телефон. Да и бог бы с ним, с этим кирпичом-то, да? Чего страшного, абсолютно ничего не произошло. Кроме того, что я себе ногу отсидел. Вот, все остальное мелочи абсолютно. У меня, наверное, сейчас еще кончится зарядка на камере. Помимо прочего, у меня... Ну, память хотя бы на флажке у меня не кончится. Так, ну вот с этими Google Play. Что я вообще сделал? Я хотел отключить питание. А вместо этого я сделал перезагрузку, что ли? Начал он какой-то своей отдельной жизнью жить. Начал он отдельной жизнью жить. Судя по всему, мне придется... Ну, камера периодически работает. Вот что самое интересное, камера периодически работает. Ну, так что прям вот даже затрудняюсь. Так, значит, что мы еще раз можем почистить? Что мы еще... Ну, перезагрузить, например, систему мы можем, да? Мы ее перезагружали. Откатить назад. Вот что я сюда полез? Ну, можно откатить, наверное, назад. Можно откатить назад, попробовать. Давайте попробуем ребутнуть все это дело. Может быть, ребут нам поможет. Есть у меня маленькие-маленькие подозрения на то, что вот при первичной настройке телефона я что-то сделал не так. Ну, не подозрения даже, а надежда. Надежда умирает последней, следом за Светланой и Ириной. Так, вот у меня скорая 32 гигабайта черная придет. Он уже выехал в сторону моего почтового отделения. Нет, ни хрена. Так, ну, давайте я его поковыряю и снова к вам вернусь. Вернушка, да, лезем для сброса. На данный момент мы видим то, что у нас стоит Android версия 5.02. Обновление от 18 марта. Почему-то... А, ну, наверное, сегодня 18 марта он читает. Значит, версия у нас сейчас стоит 82. Стоит у нас 82 версия. Но нас интересовала, на самом деле, не справка, а раздел восстановления сброса. Удаление данных с устройства. Сброс устройства. 28. 24. Каждый раз разный код выскакивает. Это нужно, видимо, для того, чтобы нечаянно не удалить, да, чтобы ты вот все-таки вот осознал, что ты делаешь какую-то ерунду, наверное. За этот совет Серж дал совет. Если он заработает, Сержу спасибо. Если не заработает, все равно спасибо. Ну, почему бы не попробовать? Кстати, вот я смотрю, мне, видимо, придется на мою камеру, я сейчас использую, на самом деле, не совсем профессиональную камеру, это Sony CyberShot TX30. Я его брал для подводных съемок, когда я ездил на Красное море, Красное море сейчас закрыто, валяется без дела, думаю, дай на него буду снимать. Ну, вот, у него, смотрю, что-то как-то подумер аккумулятор, и, видимо, надо будет мне заказать аккумулятор и зарядное устройство, чтобы вот не в открытом виде заряжать, а отдельно. Взял сразу аккумулятор, поменял на заряженный. Будет тебе счастье. Выключаем. Выключился. Значит, еще раз. Нажимаем кнопку громкости вниз, нажимаем кнопку включения телефона. Держим. Произошел... Произош... Как? Вибрация произошла. Да, отпускаем кнопку выключения. Не знаю, надо ли в этом случае держать кнопку вниз, но я ее держу. Значит, выбираем обновление через Мекро-SD. Находим наш файл, нераспакованный в нашем случае 13-й. По идее, это должен быть 6-й Android. Нажимаем установку обновления системы. Так, ну что? Загрузился у нас 6-й Android. Мы можем сейчас снести кэш и прочие вещи. Ну, в прошлый раз, когда я это сделал, у меня перестал телефон видеть гапсы. Да, поэтому, ну да, эти просто ребут делаем. Не так уж и долго происходит, но что-то как-то выматывает. Главное, наверное, хорошо. Я там, скорее всего, поперематывал. А я что-то уже несколько часов танцы с бубном устраиваю. Пошла оптимизация. Ну, это, видимо, опять надолго. Поэтому мы прекратим съемку аккумулятора. На камере сажается. Итак, скачался у нас 6-й Андрюша. Ну, да и не суть. Да, основное, что нас интересует, заработала ли у нас камера. Щелк. Выходим из нее. Заходим в нее. У меня там Владимир Михайлович буянит. Видимо, придется отвлечься. Итого. Был установлен 6-й Андрюш. Значки, по-моему, стали чуть меньше. Ну, не суть, да? У нас не рисует вот камера. Не работает. То есть, вот она висит, думает, если ее сбросить и после этого тут же нажать, да, без проблем, быстро все запускается. Если после этого мы начнем выбирать режимы, то опять же, вроде как, все работает. Замедленная съемка. Вот эффекты я хотел посмотреть. Будут, не будут? Снег, романтика, винтаж, лома, край. Эффекты работают. HDR есть. Камера фотографирует. Но, если мы ее включаем еще раз. Она запускается. Выключаем. Проходит энное количество времени. Включаем. Разблокируем. Нажимаем камеру. Шиш. Выключаем. Включаем. Камера работает. Вот очень-очень-очень-очень непонятно, что мне с этим делать. Повторно включаем камеру. Камера повторно не работает. Включаем камеру. Камера работает. Остается вопрос. То ли, да, шлем, как продавец говорил, шлите мне назад. Будем разбираться. То ли в таком виде ее оставить и продать. Ну, видите, как будет. Давайте сделаем следующим образом. Отправим мы, наверное, ее все-таки продавцу. Ровно по той причине, что очень мне интересно, что ответит сервисный центр. А в чем была проблема. Есть вариант отнести в сервисный центр здесь. То есть, вот ребята, которые продают все это дело. Не продают, да, а продают гарантийный ремонт. При покупке телефона с Али. А я попробую с этими ребятами связаться. То есть, на самом деле, там стоимость этой гарантии составляет 400 рублей. Попробую с ними связаться. Вполне возможно, за отзыв о них, да, за честный отзыв о них, они скажут, давай приходи, посмотрим, чего-то тебе ответим. Наверное, на этом я пойду монтировать видео. Оставлю всю эту ситуацию пока в открытом виде. Жду от вас ваших мыслей. Возможно, советов, что с этим можно сделать. Может быть, какие-то тесты предложите привести с этим неработающим телефоном. Ну, может быть, там... Опять же, послушаю ваше мнение, да. То есть, что делать? Отправлять обратно, менять его на другой. Сдавать в сервис, чтобы его здесь ковыряли. Либо, ну, просто взять его, продать, да и забыть об этом. На связи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До скорых встреч.